Хорошая флешечка, которая была накинута из-за спины, заставляет притормозить немного Фнатиков, получает по голове Моу дважды. Пошел, пошел на охоту Моу, третьего убил, четвертый на очереди. Серьезно, Моу минус четыре уже в этом раунде, на спине висит Джей Ви, пытается... Режет, режет, давай, Дасян! Со второй попытки нож нет, но пытается Джей Ви, пока что у него один дуэлянт, он с ним справляется, приходит Моу, это Эйс! Это Эйс от Моу на пистолетном раунде. Есть же, мы ждали этого целый час, отлично! Моу, ну надо, надо, давай! Ну имеет не иллюзорные шансы, классные киллы сделать, первый пошел, второму туда же, красавчики! Третий на прицеле, браво Моу, последний Флюша, 20 секунд, ну это можно еще брать. Надо затягивать опять-таки время, сейчас Гальбит, сложнейшая ситуация у Флюши, он на вагоне, о нем информация есть, упрыгивает, попытается работать против Каленова, но спину-то никто не смотрит. Дося, плюс 600, последний фраг трофея, Николаш у него на руках появляется. Окей, ну вот, очень опасная позиция. Диевс берет на себя инициативу, но не справляется с этой дуэлью, Моу, ну и последний на работе с бомбой Джей Ви. Знают про него, отправляется, ой, за спину коктейль Молотова отправляется, Джей Ви может это вытащить. Так, ну бомба диффузится, похоже, Слаша была в защите, Хоббит. Это фейк по диффузу. Хоббиты безразменно отдают, времени все меньше, Джей Ви, второй выпад, нужно забирать его. Ну насколько качественно, просто-напросто дергает. Да, Моу там уже три раза поменял девайс. Джей Ви берет клащ-разыгровку, ну у него были хорошие шансы и он воспользовался этой возможностью. Ситуация 2 в 2. Так, очень важно, Дося, Дося или Флюша, Дося ретировался глубоко в плент, но понимает его соперник, куда отходит Михаил Столяров. Хлпы не будет, Дося, наглые действия, ох, засчитала. Да ладно, залетела-то как? Это Столяров. Жестко, уже на отходе собирался релодиться и последняя пулька перед сменой рожка в ЮМП-шке залетает четко в голову. Соперник и оказаться на приятном для себя раунде против пистолетов. Будет ли он по итогу приятным? Пока нет. Зевс, проспрейст и Зэшки, первый фраг. Пытаются его находить и допушить, но Зевс уже ушел. Дося что, прострелом? Слишком высокий уровень концентрации. Смотрел на позицию из КВС Песков и среагировал просто на модельку персонажа. Дигл еще от Дрена должен тут лежать. Ну тут с Диглом, наверное, максимально тяжело будет. Хорошо, лофмейстер, хороший хедшот по Хоббиту и Дося. Дефицит по здоровью. 30 секунд на таймере до окончания этого раунда. Отпускает его на постановку бомбы на гробы. Очень странное решение, прямо скажем. Выверенное. 20 хп оставалось, я думал, как-то в размен сыграют. Дали поставить, Олаф, что убежал на А, потом вернулся. Опасаются Досю. Да, он же телепортируется по карте. В каких тайминках он вообще на А должен был оказаться? Так, ну что-то подрастерялись. Шведы в этом моменте. Досе нужно проштрафовать к Аленову. Он выходит как раз-таки на диффуз этой бомбы. Выманивают Михаила Столярова. Тот не ведется на пиксель. Хорошая голова. Один в один. Максимум на время нужно играть. Не палится и не уходит. Остается просто в дефолте. В этом стоять. А там диффуз. Бомба диффузится до последнего момента. Это раунд, дорогие друзья. Дося берет. Один в два. На 20 хп. Потушите пожар. Что происходит? Как шведы испугались, оставшись против дамаженного Доси, разыграть и доразыграть эту ситуацию вдвоем против одного. Сами не уверены. И вот выражение лиц говорящие. Стреливается. Если у шведов дрогнет рука и не пойдет стрельба, у GV она уже идет, то хелпа просто не успеет. А так тайминг есть. Нужно дорабатывать оставшихся в планете B максимально быстро. Гамбит, GV. Второй фраг. Только после этого Хоббит отвечает. Успел GV на размен к своему тиммейту. Но все-таки на точку B гамбит выходят. Бомба в любом случае устанавливается. За счет гранат выигрывают еще какое-то количество времени. Атакующие силы. С одной стороны идут. Все из церкви. В этом проблема. Тут можно один спрей пускать и сразу три трупа будет. Тем не менее аккуратно просто на время работают гамбиты. Хорошая позиция у них. Выход на чек. GV прострелом еще один фраг. Шедевр просто. Зевс ответил. Вот это реакция у GV. Действительно вертикальная наводка была. Очень красивая. Кримс пробегает. Ну знают о Досе. Тем не менее качественная позиция. Вместе с тиммейтом. Господи. И снова Досе попадает по Зевсу. В затылок хэдшот. Молотов очень неприятный. Последние тайминги уже для атаки. Просто отмораживаются шведы. Один за смоком. Второй за троечкой. Вот только теперь выходит флюш. Получает Адос по голове. Втроем против четверых. Бомба ставится. Еще один хэдшот. Адрен. Еще один фраг. И просто паника какая-то у Фнатик. Джей Ви плюс Кримс на выбивании. АВП поменял на Кольт Джей Ви. Так. Ну флешки. Вот звена ретейка. Дося не удержим. Дося Хоббит. Вот вам и раунд 3 в 5. Ну мы об этом говорили буквально минуту назад. Тели и контрфлешки в ответ. Здесь очень комфортно для себя стоит Олаф Мейстер. Через маки зашивает уже Адрена. В виде второй. Ох как нашивает Олаф. Зевс в спину. Зевс. Зевс. И заходит просто изи. Два фрага для него. 20 секунд до окончания этого раунда. Не понимают. Похоже, что есть соперник в песках. Или видели. Даже если понимают, его оттуда никак не достать. Приходит Джей Ви. Приходит уже из библиотеки Флюша. Нужен минус. Зевс АВП подбирает в этом моменте. Теряет половину здоровья. 30 хп у него. Противовес. Он один против двоих. Знает и об одном, и о втором. Крутится. Хорош фраг. Фликшот. Надо уйти от дамага. Возвращается. Держит на пиксели. Соперника не пытается стрелять. Разводит на выстрел. Зевс. Один контур. Ни слова какое-то пытались, по-моему, выложить. Расшифровку в чат, господа. Чуть-чуть пиксели не добирает. Моу отстреливает спину. Там есть еще и второй. Моу не покидает эту дистанцию. Знает. Знает. Надо заканчивать. Два раза не попадает. Тут могут и проблемки быть. У Кримза-то юмпишка уже на руках. Трижды, четырежды. Моу. Да ладно. Кримс. ЦЗшки. Прострелом в голову. Но есть еще Дося. Знает про Флюшу. Знает про Кримза. Но он дает еще фраг по Хоббиту. Кримс последний. Юмпишка и армор. Кримс. Два фрага уже есть. Квадрокилл спасет его. Ничего его не спасет. Адрен. Точка. В этом раунде. В этой половине. На этой карте. Кто выигрывает Инферно. Тот выигрывает М3. Это Гамбит. Браво. Браво. Гамбит. Победа в первом четвертьфинале Краков Мейджор. И этих ребят мы увидим уже 100% завтра. Перестраивается на девятку. Параллельно с этим чекает. Ой, ошибается. А что же это зашел? Двайса ведь в планте не забрали. Ферр играет на размене. Точка по-прежнему не свободна. Красный девайс делает уже второй фраг для себя. Возможно похоронит. И третьего да через прострел. Он забирает фолл он атака. Остается один девайс. Минус 4. Николай Ритц. О боже. Бравый. Это 4 с 7 хп. Его с самого начала Калдзера оставил красным. Тут девайс выжил божьими чудесами. И только за одну точку можно будет откинуть. Итак, смотрим. Калдзера щелкает первого. Без вариантов. Теперь должен последовать размен. Размена не последовала. Двайс был флешен. И вот он Кирбай. Забирает Ферра. 4 в 4. В планте остается только один игрок. Это Калдзера, который все еще живет. Не отдается. Канал. И дает дабл. Двайс и Ксипникс выстроились в один ряд. И Калдзера похоронила обоих. С третьим не справляется. Но Така играет на размене. Фантастика. 5 секунд, друзья. Друзья, это раунд для команды СК. Это жесть. Как это могло вообще произойти? Глэйв и Дюпри, насколько это важный раунд. Дюпри просто сбривает Калдзеру. И, по-моему, это самая важная ошибка СК. У Калдзера там и шансов не было. Ему повесили с первой. В поджиме точно были готовы к его позиции. Дюпри префаер на Фелпс. Понял, что сразу эту перестрелку не выиграет. Но Фелпс! Забирает Глэйв. Глэйв сделал выпад для того, чтобы точно у Шелпса забрать. Но настолько жесткий этот молодой бразилец. Парни просто закрываются смаком в точке. Они зажимаются, ждут своего тиммейта. А туда ждет и смотрит Фоллэн. Да ладно, минус Хербай. 2 на 2. Очень опасно. Астралис, вы серьезно? Так, у Калдзера заканчиваются патроны. Тот в руки берет СЗ-шку и оставляет Глэйва при ситуации 1 против 2. Фоллэн. Он забирает и забирает Калдзеру. Капитан команды Глэйв вытаскивает клатч 1 в 2. И Астралис побеждают на первой карте на пике своего соперника Дэ Кэш. О, тоненьком Астралис на этом последнем тайминге. Фоллэн, красавчик, бьется как тигр. Но, тем не менее, умирает Калдзера 1 в 1. У Дэвайса отметим 3 хп. Китов очень... Нет вообще китов. А времени хватает, походу. Калдзера, неужели раунд спас? Или не хватает? Ну, тут на тоненьком как бы либо да, либо нет. Хватает. И еще раз хватает. Да есть же ж. Ну как так? Как это? Восемь тысячных секунды, друзья. Восемь тысячных решила судьбу этого раунда. Ну, круто играют, ребята. Подожди, подожди. Опасно. Тут СК Гейминг будут до последнего, наверное, давить. Но дым не позволяет Калдзере разыграть раунд так, как ему бы этого хотелось. Папа Фоллан. Один против четверых. Забирает Глэйва. Оставшиеся игроки команды Астралис не пойдут в контрагрессию. Времени нет. Выход от Кирбая 16-6. И датская команда Астралис выходит в полуфинал, выигрывая СК Гейминг за счетом 2-0 по картам. Это богоподобная игра. Это Атачан. Или как-то играют неуверенно. Они действительно имеют хороший план на игру. И посмотрите, что творит Киев. Стилягу ножом, ножом просто отколбасил. Да, это было действительно стильное убийство. Зубе, Лукас. Вот знаешь, ключевой момент. Лукас видел спину немецкого игрока и где-то пожадничал. Он хотел забрать больше, нежели один. 2 в 3 ситуация. А ведь этот минус мог смутить абсолютно все действия команды Вик. Ну что, есть Хенни, который просыпается в нужный для команды момент. 2 фрага с АВП. 2 в 1 на ровном месте. Биг теряет все свое преимущество. И в живых остается только красный. Гот Биг, которого Хенни вообще беспощадно простреливает через ящик. Вот это жесть. Ну вот стоило покритиковать Хенни. Точнее, я даже сказал, вот представьте на секундочку, что будет, если проснется Хенни. Бразильцы вдвоем постараются разыграть перекрестный огонь и не дать Леге забрать этот раунд. Ну он понял, что Лукас ушел, видит в планте одного и понимает, что второй, наверное, уже будет в дропруме. Бомба, вот куда стоит бомба, вот в чем главный вопрос этого раунда. Я пока не понял, но по-моему она, ооо, она даже близко не стоит здесь под Лукаса. Лукас, тем не менее, понимает, что это развод. Какой стальной, какой, вот просто человек логика. Ну, опять же, обход по карте 2-1, отыграно, отыграно. Красиво сыграл Легия. Ну, мог лучше, мог намного лучше он сыграть и в этом раунде. Он мог не продать тиммейтов, да, это факт. Они могли устроить просто взбучку без шансов. Невероятную гибкость проявляют в защите. Так, ну Лукас. Подожди, Лукас еще не сказал своего последнего слова. Забирает Гоба Би, один на один против Кива, но он не понимает, где тут находится этот нож. Это нож, друзья, это максимально красивый. Красиво, изящно. Третий нож для команды Биг на карте Кабулсту. Есть возможность сделать тентри, Савика. Ой-ой-ой, как стил прикрыл КНГ. Гоби, размен спрей на 20 КНГ. Хенни включаются. Тапсон, бедняга. Друзья, миссия, миссия просто сейчас будет выполнима на 100%. Ты видел, как в этом раунде умер Тапсон? Да. Он просто потерялся в дыму, он не мог выйти из будки. Заблудился. Еще один тайм-аут для Биг, друзья. Ну, и Мортал уже здесь без разницы. Сейчас их начинает беспощадно переть. Они любую паузу выдержат. Друзья, Болтс 5-2-2. Это как 3-2-2, только 5-2-2. Я, кстати, вот, знаешь, если агенты нас посещают регулярно... Тапсон, ну неужели это случилось, друзья? Рула изменяется. 1-1-14, друзья. Он делает фраг, и это еще и Ентли может забрать Болтса, но... Какой провал? Он просто свалился. Чудовище, наверное, просто свалился с балкона. Стрит до контакта, в принципе. Меня радует, куда там убежал Легия. Что они делают? Вот зачем Легия пошел в спину? Так, и КНГ побежал, 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 побежал. Но тут Легия и вот так... Да ладно! Нет! Это жесть, друзья! Это провал! Бигги просто отхватили. КНГ минус 4 за раунд, и все это время он... Посмотри, что он им... Он им орет просто. Некс очень по-тихому. Влазит из дыма, видит голову Хенни, попадает. КНГ. Тапсон. 1-1. Знает, где КНГ. И попадает в прыжки. Сьюспа почти! Вот это да! Он заплюнул на бочку и влепил. Он, по-моему, даже не успел приземлиться и попал в пульку. Батюшки! Вот это да! Болт Аркада с закрытого. Здесь Супер Холд в доме. И, в общем, Болтс это не смущает вообще. Еще один! Вот это ножик от Тапсона. Ну, на уровне. На уровне все было сделано. Правда, несмотря на вот этот вот хайповый нож. Вот второй коллективный минус для команды Биг. Создрел план, как надо забрать этот раунд. Я подозреваю, что сейчас кто-то будет зарезан. Два их уже забрала. А вот там бомба минируется на морозе. Пацаны, да как? Что он делает? Ха-ха! Это полный провал, Биги! Вот это дела, друзья! Знаешь, они не до конца понимали, что бомбу Тапсона поставил на вагоне. Вот это провал. Легия сделал все для того, чтобы Биги выиграли этот раунд. Практически без потерь сейчас они играют. Может, будет одна... Болтс! Ну, тут дуэль на ножах уже была. Киев против Болтса. И в итоге бразилец выигрывает. А ты знаешь, это матч... Тапсон, вот это месть! Ты знаешь, это самый кровожадный матч за последние 10 матчей, которые я комментировал. Потому что здесь мы уже увидели, ну, я не знаю, все. Замечательная штука, как моменталочка. А тут даже моменталки не надо. Гобби сам пришел на прицел к сопернику. Легия, размен, СВП. Минус Лукас. И что за завтык произошел сейчас у игроков команды Биг? Это трудно себе представить. Бру-ру-ру, вот это провал. Просто парадокс какой-то. В самом важном раунде они... Они просто... Подожди, Тапсон, Тапсон! Next! Что творят просто? И Тапсон в планте. Ну, Смог знает о зелени. Надо драться с КНГ. Смог позволяет ему действовать агрессивно. Он делает минусы. Играет в дымовой завязи против Хеня. Это просто сейчас будет, друзья, фраг года. Фраг полуфинала. Я не знаю, как это еще назвать. Тапсон мансует просто как боженька. Но Хеня стреляет еще жестче. Минус три за раунд. И ключевой, решающий минус делает именно он отличный хэдшот. Фрагаться. Они не приехали на мажоры за наклеек каких-то из-за стикеров. Они реально приехали и выступают на супер уровне. Просто красавцы. Ну что, ГГ, друзья, это... Подожди, подожди. Ну, да, Тапсон забрали. В Киеве надо либо супер поверить, либо написать две волшебные буквы. Ну, либо помолиться. Но никто этого, конечно же, делать не будет. Размин от болтса. Победа легендарная. Где-то победа иммортал. Это подарочный минус. По-моему, можно резать. Чекай спину, бро. О, вот так начинается игровой день. Просто зарезали конфига. Ну, вчера заканчивался, кстати, найв батлом. Здесь еще пистолет работает. Нео Бьяли вдвоем. Против одного единственного, Каленова Каджумба. Он на точке. Зачекан дальняя дистанция. Трофейный коллаж для Снакса. Четкий тапчик сраспилм от Нео. Заключительный фраг в этом раунде. Вайсов. Ну что, Снакс. Вентиляцию уже, наверное, Савиком или прыгнет. На уверенности Снакс в очередной раз. Будут его вообще контролить? По-моему, нет. Ну, контролят. Но теперь с Аквариума неудержимый Снакс. Хорош фраг от него. Контроль АВП и на пленте А. Паша Бицепс обеспечивает. Это фантастика. Аркада с АВП. Вентиляцию фраг на базе Б за 10 секунд раунда. И опять рвут темп поляки. Отмедленно возвращаясь к максимально быстрому. На сверхзвуковых скоростях прорывает Снакс. Ну, вот, казалось бы, ожидаемо. Куда, если не в вентиляцию, он упадет? Таз. Нашивает в Смоук на уверенности. Так, постелили. Молотов. Замес, мясорубочка. Что это за выход Смоук четвером? Поплыли. Первый выходил еще на краешке Смаккадз. Первый выйдет и попадет в замес. Вышел Нео. И просто развалил. Из тумана вынул ножик из кармана. Я не знаю. Ну, буду резать, буду бить. Все, последний Эйзи. Вентиляция становится для него. Последним пристанищем поздравляем Virtus.pro. Они свой четверть финал у датской пятерки выигрывают. Довольно уверенно со счетом 2-0. Продолжение следует. Продолжение следует. Субтитры подогнал «Симон»